Приветствую вас. Мне кажется, что начинать нужно в любом случае спросить боли и с узнаванием себя. Ну хотя бы спросить боли. Да, потому что вам сейчас больно, вы плачете, но плачете, как я понял, одна, что вы не кому-то плачете, а именно вот одна. И это не то же самое, если вы плачете кому-то, поэтому очень важно, чтобы вы постарались найти человека, это может быть психолог в частности, которому бы вы могли поплакать, которому бы вы могли выразить всю свою боль, которая у вас есть. Потому что это важный момент. Без этого момента я бы сказал, что дальнейшее продолжение, словно говоря, тех аспектов жизни, довольно сложно, мне кажется. Вот. Следующий важный момент, на который я хочу обратить ваше внимание, это то, что вы сами себя обоцениваете очень сильно. Я вот не знаю, замечаете вы это или нет, но вы себя очень сильно обоцениваете. То есть вот такое ощущение, как будто вы сами в себе ничего не знаете. Вот. И это очень сильное, очень мощное, на мой взгляд, обоценивание. Люди это чувствуют. И чувствуя, они в итоге возвращают вам ваши же отношения. Потому что, да, можно считать семью самым важным, можно сгодеть к близким и родным людям. Но, если вы не цените себя, если вы не рассматриваете свои ценности отдельно от другого человека, то, рано или поздно, вы будете растворяться, растворяться в этом другом человеке. А когда вы растворитесь в нём, у человека будет ощущение, что он сам с собой в отношениях находится. Вот. И, собственно, это ничего хорошего, как вы понимаете, не даст ни вам, ни в ваших отношениях ничему. Вот. Потому что быть самым с собой в отношениях не приятно, не комфортно. К сожалению, или к счастью, этого я уже нигде, этого я уже сказать не могу. Вот. К сожалению, опять же, или к счастью, это мне не верно. Вот. Следующий момент, на который хочется, наверное, обратить ваше внимание, это ваш папа, который просто ваша мама и, вероятно, вероятно, в результате чего вы сделали выводы, что если кто-то уходит, то ты уже никому не нужен. Словно это в тем, что ваша мама не умела жить для себя, вы увидели негативный сценарий с ее стороны. С одной стороны мамы. Вот. А с другой стороны вы увидели, чтобы она, наверное, наслаждала жизнь сама по себе. Вот. Мне кажется, это тоже такой достаточно важный момент, на который вам нужно обратить свое внимание. Вот. То есть, поймите, если вы хотите жить для других, живите на здоровье. Если вы хотите жить, если вы хотите растворяться в людях, растворяйтесь. Если вы хотите, там, не хотите быть самостоятельными, хорошо. Все. Но вы же сами никак не реализовываетесь. И в отношениях вы, мне кажется, исчезаете и привязываетесь к человеку. Условно, если ваш муж сейчас даст вам понять, что готов вас вернуть, условно говоря, и так далее, то мне кажется, что вы согласитесь на то, чтобы он вернулся. Ну, если бы не быть одной. Почему человеку сложно быть одним? Вот, в вашем случае, почему, например, вам сложно быть одним? Ну, одно точно, мне кажется. Связано это с тем, что вы себя не принимаете. Есть вещи у вас, ну, у вас, в самой, что вы себя не принимаете, не можете принять. По тем или иным причинам. Вот, и мне кажется, что важная задача психолога заключается в том, чтобы помочь вам принять себя. помочь вам принять какие-то вещи в себе, которых сейчас, может быть, вы боитесь, может быть, пытаетесь избегать, может быть, вам больно от них. Вот. То есть, я бы, наверное, сказал бы так. Понятно, что довольно много зависит от вас. То есть, довольно много зависит от того, чего вы хотите. То есть, ну, в смысле, в каком направлении вы хотите двигаться, да, и так далее. Вот. То есть, понятно. То есть, понятно, что многое зависит от этого еще. Вот. Ну, как бы я со своей позиции могу вам, вот, наверное, такой ответ дать. Ну, со своей позиции, позиции психологии, позиции терапии, вот, и так далее. Вот. Вот. Думаю, думаю, что как-то, как-то так можно ответить вам на ваш вопрос, который вы задаете. Я бы, я бы еще порекомендовал бы вам стараться замечать свои чувства. Не только те, которые, вот, сейчас у вас на поверхности, да. Не только те чувства, которые, которые, ну, которые вы ощущаете, да, да. Сейчас прям это могут быть вот чувства, чувства боли, это может быть чувства брошенности, ненужности. Не только это. Не только. Может быть, есть еще другие сильные, другие чувства, другие эмоции, на которых вы не обращаете внимания. Вот. Мне кажется, что задача психолога как раз в том, чтобы помочь вам это увидеть в себе, в себе сам, в себе самой. Вот. Вот. И, соответственно, если вы готовы к этому, то мы с радостью поможем. А если нет, то поможем прожить боль, вот, и научим больше опираться на себя, возможно. То есть, чтобы вы как-то вот, ну, в большей степени старались опереться на себя, при этом не отменяя, ни в коем случае, не отменяя того, что семья это важная, семья это важная, это для вас ценный текст. Хотя, здесь тоже можно, в принципе, пару слов сказать о том, что семья, в данном случае, вам нужна, чтобы быть нужной. Да, безусловно, так, то есть, ну, на самом деле, семья нужна любому человеку, человеку. Но, она не определяет человека. Вот. А мне кажется, что в вашем случае очень сильно определяет вас как человека, именно семья. И я не думаю, что это, что-то хорошее для вас, не думаю, что это, это что-то такое позитивное для вас, к сожалению. Поэтому, а-а-а, тут мне не поднимается, что все вот то, это, э-э-э-э-э-э, идёт от вашей боли, не выраженной, в том числе боли, обиды, э-э-э-э-э-э-на-э-э-э-папу, возможно, вот. который, ну, ушел от вашей мамы, ну вот, что это такое? Наверное вам кажется, да, что он предал вас и так далее. Это безусловно неприятная история, то, что он ушел. Это очень неприятная история. Здесь, как мне кажется, есть важный момент. Заключается он в том, что он изменился, у него появились другие приоритеты. То, что ему важно, стало другим. К сожалению, всех неизвестно. Но почему-то он не общался с вами. Почему-то он с вами не поддерживал связь. И вам это очень больно. Но вы от этой своей части, больной части, которая болит бежить, вы не знаете эту часть. И не знаете, что у вас там. У вас там мой в этой части. И в этом вы ощущаете себя неполноценным. Прям, ну я не буду неполноценный, а одиночество ощущает. Самое спокойное, чтобы кто-то вас поддерживал. Вот. Ну, такая история. То есть не отказываясь, чтобы я предложил, да. Я не отказываюсь от вашей идеи, например, там, идеи СМД и так далее. Не отказываюсь от этой идеи. А я предложил бы вам просто лучше узнавать себя. Я предложил бы вам лучше понимать себя, чувствовать себя. Да. Чтобы, может быть, более эффективнее выставить отношения с людьми. Чтобы не отдалкивать мужчин. А рассказывать им, мужчинам. В смысле. Именно то, что с вами происходит. Именно. Это. Именно то, что с вами происходит. А не другое. Потому что люди, они, ну, склонны выражаться совсем не то, что с ними происходит. Некругленность люди. Вот. На этом всё. Я надеюсь, что это было полезно вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это может помочь вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. Поехали. Продолжение следует... Продолжение следует...